Привет-привет! Сегодня я к вам с обещанным альбомом из бумаги от Фабрика Докоров, которая называется Smile of Spring. Эту бумагу я вам показывала в своем предыдущем обзоре скраб материалов и там же говорила, что в скорости я сделаю из нее альбом. Так вот, как раз эта бумага у меня и пошла в работу. Этот альбом для маленькой девочки, но он выполнен не в традиционной розовой гамме, а как раз таки в цветах набора. Хотя этот набор и не был предусмотрен, я так думаю, изначально для детских работ, но мне понравилось, как он смотрится. Это сочетание и голубого, и бежевого, и зеленого, и нежно, и ярко одновременно. В общем, как вы, наверное, уже догадались, бумага мне понравилась. Вернемся к альбому. Обложку я сделала в двух тканях. Это зеленый в горошеке, вот такая молочная с растительным зеленым рисунком. Украсила карточкой из набора. Здесь же у меня чип-борд, бумажные цветы вишни, вот такие шифоновые розочки. Ну и, конечно же, надпись. Шов я закрыла хлопковым кружевом, и на такое же кружево у меня завязывается сам альбом. Давайте я вам покажу, что у него внутри. Первый разворот выглядит так. Здесь вот эта карточка из набора держит две открывашки для фото. В качестве украшения для этого разворота я использовала также бумажные цветы вишни, вырубка, вот такой цветочек а-ля Прима и натуральный деревянный спил. Также здесь у меня находится надпись «Я родилась». Затонировала ее в зеленый, но в реальности она с фоном не сливается, потому что сверху я еще добавила глоссий акцент, и поэтому надпись смотрится как карамелька. Следующий разворот. Здесь в основном голубая и бежевая гамма. Этот разворот держится на анкере. Дополнительно открывается так. Гнездышко. Это вырезалка из набора, так же, как вот эти вот все веточки и цветочки. Немножко шифоновых цветов бумажных. Гипсовая птичка. Ее я добавила, потому что на этом листочке, как видите, принт птичка. Эта страничка сделана по аналогии с левой, так же закрывается на прозрачный анкер. Вообще эти анкеры мне очень понравились в работе, потому что они вписываются в любую задумку. Здесь вот такой скворечник. Так же веточки, надпись и облака с солнышком. Следующий разворот. На этом развороте рамочка. Очень красивый шифоновый цветок. Фишка, которая также из набора. Бисер, шифоновый. Вот такие маленькие цветочки. Чипборд. И камушки. Вернее, это не камушки, а такие капельки. Их я покупала на Алиэкспресс. И они мне очень понравились, потому что они полупрозрачные. Внутри мелкий шиммер. Смотрится невероятно нежно. Здесь верхняя часть откидывается в карман. И здесь открывается так. А здесь откидывается нижняя часть, которая держится вот на таком шнурочке. Здесь у меня находится надпись «Мамочка» и «Олениха с олененком». Край украсила кружевом. Также кармашек. Открывашка. Еще открывается вот эта часть. Все завязывается на шнурок. Шнурок я никогда не располагаю по центру, чтобы он не пересекал лиц. Поэтому здесь он у меня находится, как видите, с краю. Следующий разворот. Замечательное сочетание такого травянисто-зеленого и деревянных досочек. На этой страничке вертикальные фотографии будут. Так открывается. Здесь у меня фоновый чеборд, цветочки, рамочка. В рамочке бисер и очень маленькие голубенькие цветочки. Также здесь часики. Вот такая вот вырубка. На этой страничке расположен каскад. Эту страничку я украсила замечательным олененком из набора. Да и также шифоновые цветочки, капельки. И такой же фоновый чеборд, как и здесь. Следующий разворот. А эту страничку я сделала так, как никогда до этого не делала. У нее открывается центральная часть. Она держится на двух анкерах. Здесь еще карточки. Эта страничка открывается. А здесь две карточки для отпечатков ручки и ножки. Эта раскладушка также открывается. Она держится на магнитике. На этой страничке две горизонтальные открывашки. Так и так. Как раз эта страница уже традиционно для детских альбомов. Здесь я сделала шейкер. Мне кажется, что деткам будет интересно рассматривать, как там все движется и переливается. Также здесь олененок и надпись «Сладкие сны». Так как шейкер сквозной, он присутствует и на последней страничке. Здесь фишечка зайчика. Прищепочка. И надпись «Мне годик». Выше, как вы видите, я сделала вот такой ажурный элемент. Захотелось мне как-то дополнительно еще эту страницу украсить. На этой стороне можно сделать надпись. Также все это еще откидывается вверх. Так. И здесь еще карман с карточками. Эта часть также распахивается. Альбом получился довольно-таки вместительный. Но если все фотографии не войдут в основные странички, то их можно, например, положить еще в кармашки на форзацах. Я сделала карман как на заднем, так и на переднем форзацах. Вот такой альбом у меня получился. Я была рада вам его показать. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok